Девушки отдыхают Да разве так здороваются вежливые люди? Всего десять серебряных монет и ступайте своей дорогой! Именно. Собираем денежки на ремонт имперского тракта. Вон какой у него плачевный вид. Хочешь заплатить больше? Мы охотно примем добровольное пожертвование? Может я ошибаюсь, но эти слова смахивают на угрозу. Вот и мне показалось, что это угроза. И это занятно, потому что нас, заметь, куда больше. Не скажу, чтобы такие речи пришлись мне по душе. У нас тут, знаешь ли, свои правила. Хорошо. Значит, нам придется обыскать твой труп. Таковы правила. Ладно, от болтовни никакого проку. Кончайте с ней, ребята. Хорошо, хорошо, сдаемся. Мы же просто пытаемся свести концы с концами, пока порождение тьмы всех нас не изничтожили. Ммм, верно. Думаю, что да. Извини. Так нет же никаких властей. Только храмовники. А они меня казнят. Что я могу тебе рассказать? Мы ведь даже не местные. Немного. Тут недавно проходила группа раненых воинов пепла. Так мы убрались с их дороги. Все говорят о том, как серые стражи в битве с порождениями тьмы предали короля. И его погубили, и сами не уцелели. Тейрн Логейн вовремя успел отойти. Первое, что он сделал с Тафрегентом, назначил награду за головы серых стражей. Тогда отпусти меня. Благослови тебя, Создатель. Ну ее, эту деревню, к порождениям тьмы. Ты не будешь виноват? Вот и лотеринг, как на картинке. О, ты наконец-то изволил с нами заговорить. На меч бросаться передумал, я так понимаю. Неужели так трудно понять? Ты что, никогда никого не теряла? Вот что бы ты делал, если бы твоя мать умерла? Ты имеешь в виду после того, как перестала бы хохотать? Дикость какая. Считай, что я ничего не спрашивал. Да, я знаю. Я просто... думал. А, ну тогда неудивительно, что так долго. Все с тобой ясно. Ничего странного, что у тебя никогда в жизни друзей не было. Дружелюбие-то можно изобразить. А вот с умом, к сожалению, такой фокус не пройдет. Ладно. Давайте поговорим о том, куда собираемся держать путь. Согласен. Ты на них вообще смотрела? О тех договорах, что взяли у Флемет. С ними мы сможем попросить поддержки. Может быть, даже собрать армию. Нас интересуют три договора. С Далийскими эльфами, с гномами Арзамара и с кругом магов. Кроме того, я думаю, что мы можем положиться на Эрла и Амона. Я бы даже первым делом отправился к нему. Вслед за врагом. Найдите этого своего Логейна и убейте его. Тогда можно будет и договорами заняться, не ожидая удара со спины. Да уж, он-то поди этого и не ждет. Не говоря уже про то, что у него там армия и опыта побольше, и... У меня спросили мое мнение, и я его высказала. Если тебе интереснее спорить, почему нельзя сделать то или это, то мы так и простоим здесь до пришествия порождения тьмы. Знаешь, я понятия не имею, куда идти. Пойду, куда ты решишь. Другого я и не ожидала. Эрла и Амон хороший человек, но я не могу с уверенностью сказать, что идти нужно непременно к нему. Поручиться не могу. Я даже могу сказать тебе, где искать. В замке Рэдклифф, в крайней западной части Фералдена, рядом с перевалами. Если там его нет, нам скажут, куда он отправился. Если не в походе с армией, то, вероятно, у себя во дворце, в Ден-Ириме. Можем, конечно, сходить и в Ден-Ирим, только что-то мне подсказывает, что нам там рады не будут. Так, смутные подозрения. В Фералдене должны быть и другие идолийские эльфы. Я в этом уверен. Если мы пойдем на восток, по направлению к Бресилианскому лесу, то сможем разузнать об обитающем там кочевом клане. Надеюсь, они еще там. Надо поговорить с их королем в Розамаре. Это на западе, в Морозных горах. Путь туда будет нелегок. В башне на озере Каленхат. Это к северу отсюда. Нам нужен первый чародей, кто бы там не занимал сейчас эту должность. Значит, у тебя созрел план? Можно и туда. Что ж, когда будешь готова, сворачиваем лагерь и идем в деревню.